Перечень художественной литературы, выпускаемой Чувашским книжным издательством, пополнился сборником произведений режиссера-постановщика Дмитрия Михлеева. Ось земли, именно так называется книга нашего земляка, известного в Белоруссии журналиста, писателя и кинорежиссера. Не так давно в Чуваксарах прошел седьмой международный кинофестиваль. В этом году своей работой представлял на свет зрителей известный белорусский режиссер «Наш земляк» Дмитрий Михлеев. Я снимал, я уже говорил, детей, стариков и животных. Почему? Потому что здесь было ноль политики и возможность выразить себя, свою любовь, свое отношение. Еще одной возможностью выразить себя и свою любовь для Михлеева стала книга. В книгу вошли произведения, написанные автором в разные годы жизни. Некоторые из них печатаются впервые. Это полностью инициатива издательства. Мы к нему много лет уже обращались, просили. В конце концов, он все-таки осилил эту книгу и создал. У него своеобразный язык, он сюжет умеет делать. У него всегда такое интересное начало. И герои – это узнаваемые люди, это типажи, это деревенские жители. Мы работали практически полгода над этой книгой. Редактировали, согласовали многие моменты. И некоторую часть произведений мы не могли включить, потому что объем книги не позволяет. Основное содержание книги – это повести. И не просто рассказы, а киноповести. Кстати, определенной изюминкой труда автора стали так называемые кинобайки. Иначе говоря, анекдоты и смешные случаи из жизни киношников. А с чего все началось и откуда у автора появилась любовь к литературе, рассказал друг Михлеева. Учились в одной школе, в одном классе, за одной партой. И как-то вот учителя у нас хорошие были, особенно по чувакскому языку и литературе. Она начала водить кружок, литературный кружок. И вот все наши ребята заболели просто стихоплёстом, стихотворством. Кто-то писал маленькие рассказы, кто-то там и башенки писал. Вот. И с этого и началось. И не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это как раз про Михлеева. Ведь его талант разносторонен. Не имея музыкального образования, но имея абсолютный слух, он работал настройщиком гармоний. Также рисовал на досуге и подрабатывал иллюстратором книг. Но основным его делом стала кинорежиссура. А также, помимо всего прочего, Михлеев пишет стихи. Главный редактор Чувашского книжного издательства пообещал, что в ближайшее время они будут опубликованы. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.